Эта легенда использовалась дважды во всей истории. Один раз тогда, когда надо было решить эту вербовочную комбинацию, и мы убедились о том, что инспектор Клейнер отвечает тем требованиям, которые должны быть у чиновника криминальной полиции. И второй раз она использовалась тогда, когда нам необходимо было обеспечить радушный прием нашего нелегала Георгия на территории наших противников. Министром документации называл Георгий Юрия Ивановича. Чтобы выправить документы советскому нелегалу, Дроздов на время превратился в инспектора Клейнерта. Сколько разных особенностей нужно предусмотреть, чтобы ожила и принесла пользу придуманная и отдокументированная тобой жизнь иностранца, в которого превращался разведчик-нелегал. Клейнерт сделал для этого все, выполнив удачно свою двух-недельную миссию. Он продвинул эти документы и заинтересовал штаты в этом немецком гении, гении, инженере, у которого было очень много предложений для американцев. И чтобы легенда Георгия выглядела как-то более правоподобно, Юрий Иванович придумал очень хороший вариант. Надо было, чтобы он отправился в Штаты с женой. Но женой, естественно, немкой. Откуда взять немку? Жена Георгия спокойно жила в городе Ленинграде. Она не говорила по-немецки. У него была хорошая дружная семья. Но пришлось создать семью новую. Для этого обратились к Маркусу Вольфу. И Вольф порекомендовал нескольких своих сотрудниц. Была отобрана одна девушка. Они сошлись. И они довольно долгие годы, между прочим, вместе прожили в Соединенных Штатах Америки. И Юрий Иванович говорил мне, что когда он там работал, он вечерами на своей машине проезжал мимо их дома. И горели окна. Все было в порядке. Иногда ему чудило, что он видел там силуэт этих двух симпатичных людей. Я говорю, ни разу не подходили. Ну что вы, это было бы грубейшим нарушением. И вообще к нелегалам лучше не подходить. И как я мог нарушить свои же инструкции? Ну, о Георгии можно было бы сказать очень много. И вместе с тем до настоящего времени нельзя. Нельзя по одной простой причине. Рассказать все, как это было сложно, во всех особенностях этой работы, значит, заведомо выдать методику подготовки Георгия к работе в Соединенных Штатах, значит, к работе на Западе противнику. Георгий проработал там 17 с лишним лет. Выполнил свое задание и вернулся домой. Он был мастером своего дела. Он не только хорошо знал свою профессию, которая позволила ему столько лет работать на Западе, но не все с тем, он был еще и большущим специалистом, фотографом, оригинальным фотографом. Для того, чтобы создать фон для своей оперативной деятельности, чтобы с ним считались, он сделал несколько интереснейших фотографий. Искусство фотомонтажа позволило ему присутствовать рядом и представлять впоследствии, значит, самого себя, значит, как близкого, знакомого деятелей Западной Германии конца 50-х, начала 60-х годов. Эти фотографии, как он сам рассказывал, стояли у него на столике и всегда вызывали большое уважение у, значит, тех гостей, которые бывали у него дома, как в Западной Германии, так и в Соединенных Штатах. Как-то мы один раз поинтересовались, как к нему относятся его окружения там. И нам стало известно, что он там на него посматривает как на человека с хорошим таким нацистским душком. Так, это помогало ему занимать определенное место в немецкой общине и чувствовать себя уверенным. С Георгием на кладбище встречался разведчик Дроздов. Как советские разведчики, один обеспечивавший его деятельность, так другой выполнявший нелегальное задание. Я думал только об одном, как, значит, получить от него материалы, необходимые для работы, и передать ему то, что было нужно ему. После этих встреч, для того, чтобы обеспечить выполнение задания Георгия, мне на какой-то определенный промежуток времени приходилось превращаться в инспектора Крайнарта. Сегодня мы знаем, что нелегал Георгий, основав свою технологическую компанию, получал множество патентов по технологии вооружений, разрабатывал программы ракеты «Титан» для Министерства обороны США, естественно, передавая всю техническую документацию в КГБ. Вот история Георгия, которую сделал кто? Юрий Иванович Дроздов, понимаете? Это человек, который проложил путь советскому нелегалу в США, начав эту дорожку из ФРГ, заинтересовав американцев немецким ученым, они сделали ему вызов, он приехал в США и долго-долго там работал, не без огромной пользы для дела безопасности нашей страны. Американцы хотят узнать о нем, кто он был такой, где он конкретно действовал, по одной простой причине, потому что они просто-напросто в растерянности. Так, ну, они имеют полное право быть взбешенными, хотя бы по той простой причине, что 17 с лишним лет действовал под боком советский нелегал, более того, решал очень серьезные задачи, так, и они об этом совершенно не знали. Это очень серьезный удар по их контрразведывательной сети, по их разведывательной сети, но так бывает. Он не один такой. Имя этого нелегала вряд ли когда-нибудь станет известно.